Всем привет друзья, с вами Варчик и у меня для вас такой вопрос. А вы пользовались этой позицией на карте Руинберг. Для нижнего респа придумали такой вот двор, в который можно заехать и контрить всю зелень врагов. Сами разработчики в своих видео про патч 1.0 упоминали про эту позицию. Ну и когда мы взводом попались на эту карту, такие типа, ну че разработчики позицию придумали, го, проверять. Ехали мы на эту позицию неправильно, на неправильных танках, потому что одна из Т-шка едет, весь урон в себя впитывает. Пока я на своем тяже доезжаю, враги опять перезаряжаются. Я еще весь урон впитываю. Короче, доезжают до туда две калеки. И при этом при всем эта позиция принесла нереальную пользу для своей команды. Во-первых, вся зелень врагу светится, и мы еще можем от башни в них стрелять. Также они на нас реагируют, разворачиваются, пытаются что-то выцеливать. Тем временем наши союзники на зелени, видя, что враги не представляют никакой угрозы для них, потихоньку начинают поддавливать. Получается, что вся зелень вообще неиграбельная с верхнего респа, если занять эту позицию. Также еще здесь подсвечиваются чуть ли не до самой базы все балкончики и кустики на красной линии. Это вообще просто жесть какая-то. Вы вообще понимаете, это законная позиция или нет? Почему нельзя было просто на этой карте выровнять центральную улицу и сделать равноценным зелень для одной и для другой команды? Очередной раз я убеждаюсь, что карты, сделанные не симметрично, как обычно, не получаются у дорогих разработчиков игры World of Tanks. С другой стороны, если нас на зелени никто не поддержит, мы здесь останемся сами. Но если мы будем на нормальных танках и доедем сюда с нормальным количеством хп, мы и сами их поубиваем от башни вообще легко. Но также еще здесь может оказаться какой-нибудь вражеский взвод в этой улице и не дать нам туда заехать. То есть вариантов может быть много. Союзники на зелени могут не поддержать. Враги могут целенаправленно поехать и не дать въехать нам туда. Можно вообще туда не доехать, судя по тому, как мы туда ехали. Но опять же, все получилось, причем с первого раза, и мы все делали лишь бы как-нибудь просто поехали посмотрим, а что там. И глядя на остальные карты, которые разработчики переделали, такое ощущение, что тот респ, который раньше был плохой, они его настолько улучшили, что теперь наоборот. Респ теперь хуже тот, который в прошлом патче был лучше. И в чем же здесь баланс? Получается, а куда вражеской команде можно заехать? В домике, который находится на зелени с нашей стороны? И там делать грязь? Но в игре World of Tanks очень редко кто-то играет агрессивно. Таким образом, получается, что если агрессивный взвод попадается на эту карту, он может с одной стороны, либо с другой попробовать куда-то ворваться, заехать. Очень сильно отвлекать на себя врагов. Еще и накидывать от башни очень много урона. При этом танковать. Ну и союзники, если хоть что-нибудь будут делать, это по-любому победа будет очень легкая. С вами был Варчик, играйте красиво, пока.